Всем привет! Известный как икона ралли, Audi Quattro S1 был блестящим раллийным автомобилем, выигравшим 4 чемпионата за 5 лет и завоевавшим сердца многих автолюбителей ралли. С пугающим ускорением, скоростью, тягой и уникальным звуком двигателя, Quattro S1 был всем, чего можно ожидать от раллийного автомобиля. В 80-х годах класс ралли группа B был особенно опасным видом ралли, настолько опасным, что в конце 90-х годов совет в ERC запретил группу B из-за смертей, травм и отсутствия безопасности. Именно в таких условиях Quattro S1 держался на высоте и одержал множество побед, что делает его еще более впечатляющей машиной. Несмотря на почти 40-летний возраст, два поколения Audi Quattro S1 по-прежнему остаются самыми мощными раллийными автомобилями из когда-либо созданных. Двигатель первого поколения выдавал 444 лошадиные силы и 350 ньютон-метров крутящего момента. Однако второе поколение стало настоящим зверем, оснащенным слегка модернизированной рядной пятеркой и полностью переработанным турбокомпрессором, который выдавал почти 600 лошадиных сил. Такой скачок мощности произошел благодаря тому, что турбокомпрессор был сопряжен с системой рециркуляции воздуха, что уменьшило задержку турбонаддува. Результатом стало ошеломляющее ускорение до сотни всего за 7 секунд. Все эти лошадиные силы передавались на все четыре колеса с помощью шестиступенчатой последовательной коробки передач. Основной проблемой оригинального Audi Quattro были его вес и габариты. Audi обратила внимание на эти недостатки и заменила многие стальные детали на кевларовые или алюминиевые, чтобы уменьшить вес, а также перераспределила часть веса, переместив радиаторы, аккумуляторы и другие аксессуары в заднюю часть автомобиля. Audi также оснастила Quattro S1 некоторыми привлекающими вниманием внешними изменениями в виде двухъярусного крыла, широких крыльев и массивного переднего сплиттера. Эти модификации были не только для внешнего вида и устрашения. Помимо создания огромного количества прижимной силы, они также позволяли большему количеству воздуха проходить и охлаждать двигатель Quattro. В 81 году Audi Quattro вышла на международную раллийную арену и это произошло с большим успехом. С великим ханом Микола за рулем Quattro выиграл свое первое ралли на 31 международном ралли Швеции. Чтобы войти в историю еще больше, Мишель Мутон на Quattro выиграла ралли Сан-Ремо, одолев легендарного соперника в лице Ари Ватенена и стала первой женщиной-водителем, выигравшей этап версии. Несмотря на то, что автомобиль считался слишком тяжелым для участия в ралли, Audi была полна решимости доказать превосходство своей полноприводной машины. Так они и сделали в 82 году, в сезоне Верси, в котором доминировала Германия, блестяще победив на Quattro своего собрада Opel. Получив славу в сезоне 82 года, Audi рассчитывала на новую победу в 83 году. Однако, к несчастью для Audi, это был год аутсайдеров. Величественная лянча 037 Страдалы каким-то образом обошла Quattro. Однако это поражение стало тем стимулом, который был необходим Audi, чтобы довести дело до конца и выиграть оба титула. После дебюта Quattro S1, Audi с ревом начал сезон в 84 года, заняв первое, второе и третье места в первых двух раундах. Audi продолжила эту форму и выиграла 7 из 12 ролейных соревнований, убедительно победив лянча в борьбе за титул конструкторов и доминируя в зачете пилотов благодаря мастерскому выступлению чемпиона Стига Блонквиста на первом месте и напарника Хану Миколы на втором. Не успев Quattro S1 проявить все свои таланты, как доминирование Audi на раллийной арене закончилось в сезоне 85 года, поскольку Peugeot стал неудержим, последовательно выиграв сезоны 85 и 86 годов. Сумерки группы B наступили в сезоне 86 года, когда произошла трагическая авария, унесшая жизни Энри Тайвонена и его второго пилота Сэджио Креста, в дополнение к авариям 85 года, унесшим жизни Аттильо Бететти и трех зрителей. Audi Quattro S1 был раллийной машиной, которая действительно опередила свое время благодаря уникальной системе полного привода, но не только революционная система полного привода была футуристичной. Audi также экспериментировала с первой в истории трансмиссией с двойным сцеплением на Quattro S1 во время некоторых гонок, что сделала Quattro предшественником системы трансмиссии, которую сегодня мы знаем как DSG. Технология, которая считается довольно новой и была использована почти 40 лет назад блестящими умами Audi. Опыт, полученный при создании и участии в гонках этого величественного зверя, сыграла решающую роль в успехе Audi в гонках GT и Touring Car, таких как Трэнс АМ и ДТМ. Audi одержала 8 побед из 13 соревнований в Трэнс АМ и 8 титулов производителя в ДТМ, что является вторым показателем среди производителей. На международном подъеме Quattro S1 действительно блистала, установив мировой рекорд времени с Мишелем Мутоном за рулем, в дополнение к победам в 87, 88 и 89 годах Вальтера Рёля, Мутона и Бобби Ансера соответственно. Благодаря своему влиянию на индустрию раллийных автомобилей, новаторским технологиям, свирепому оскалу, лаю и скорости, легко понять, почему Quattro S1 является, пожалуй, самым популярным раллийным автомобилем в истории. Спасибо за просмотр. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!